Уважаемые друзья, я в компании работаю давно очень, с 1998 года. Мы открывали еще первый магазин в городе Краснодар. И, честно говоря, раньше магнит, кто сработал с магнитом раньше, слышал просто про некоторые особенности работы сети, раньше магнит не отличался такой большой открытостью. Тому много причин, сейчас в принципе не о них. И поэтому я сегодня очень рад, что участвую в демонстрации такого примера открытости, примера детальности и примера настоящего партнерства и сотрудничества со стороны сети. Парадигма отношений поставщика и сети в России складывалась постепенно. И если какие-то сейчас пары, поставщик и сеть не понимают сути взаимодействия, ну то есть понимают, конечно, но по-своему и, скорее всего, не очень верно. Задача продать товар сети, а в сети он найдет своего покупателя. И это случится каким-то образом само собой. А если не случится, ну вот что-то будем делать, а что не понимаем. Сеть виновата. Да? Сеть виновата, что она не продавала. Ну, поставщика сеть виновата, да. У сети поставщик еще кто-нибудь, ну покупатель виноват, может быть, еще у кого-то. Ну, если такие люди на рынке еще остались, что покупатель виноват, ну, это их же проблема. И, конечно же, современный взгляд на взаимодействие поставщика и сети, он сейчас совершенно не такой, он не должен быть таким. Когда-то эта истина оказалась подвластной нам. И, ну, наверное, года 3-4 назад мы стали перестраиваться. Не знаю, Игорь, сколько работаете вы уже на платформе с магнитом? Два с половиной года. Два с половиной года, да. Ну и что же получается? Что же получается и для чего это все нужно, для кого? Получается интересный продукт. Ну, я не буду повторяться о его легальности и информативной наполненности. Но этот продукт позволяет вам не просто оценить продажи, которые вы можете оценить, да, в других источниках. Сейчас составляем за скобками их легальность и релевантность. Но, тем не менее, вы можете оценить не только цифры кассовых продаж, что составляет, как правило, основу вот этих всех экселиков. Вы можете оценить факторы, которые влияют на продажи. В аналитике, которую предоставляет ритейл-сервис, есть два крупных блока. Ну, формально три выделяются. Это блок продажи, блок промо, мерчендайзинг и блок логистика. Но я бы это все схлопнул. Вот два блока коммерческих, так называемых, продажи и маркетинг-мерчендайзинг, промо в один. И обратил бы ваше внимание прежде всего на логистический блок. Товар, конечно же, у вас хороший. Он может продаваться. Но лежит ли он на полке, там ли он лежит, в тех или торговых точках. Как он туда попал, своевременно или не своевременно. Какой у вас был квант. Какой по вашему товару в сети минимальный переходящий остаток. Что является основой, одной из основ работы алгоритма автозаказа. Все эти вопросы, если вы себе задаете, то вы уже на правильном пути. Ответы, получите вы или не получите, будет зависеть от того, насколько сеть готова вам предоставлять эту информацию. Если сеть воспринимает вас как партнера, если сеть воспринимает вас как такую пару конкурентную к остальным парам поставщик сеть за покупателя, в борьбе за покупателя, то тогда сеть вам готова будет предоставлять эту информацию. Она вам предоставляет ее в правильном агрегированном виде. Кроме того, как Игорь сказал, есть еще самостоятельная возможность посмотреть, что еще есть в материалах, в массивах данных. Вот эти важные вещи, они, мне кажется, позволяют быть и сети, и поставщикам более конкурентными и радовать покупателей вашим товарам каждый день. Какая перспектива таких систем? Мне кажется, что вот такие платформы, они пройдет несколько лет, и они станут просто обязательным атрибутом работы успешной торговой сети. Потому что самостоятельно сеть, я думаю, что все-таки не может решить всех вопросов, которые надо решать в борьбе за покупателя. Почему? Ну потому что есть не очень качественные действия сотрудников, есть какие-то объективные обстоятельства, есть приоритеты, они меняются в ходе работы. Но у поставщика, который отвечает за свой товар, безусловным приоритетом является именно продукция, которую он поставляет в сеть. И у нас есть, ну вот Игорь говорил о кейсах, ну не сказал бы, что это прям кейсы-кейсы, но есть много эпизодов достаточно, когда поставщик выявлял, что его дополнительные места продаж, они не обеспечены в алгоритме логистики, как раз вот этими параметрами. Минимальный переходящий остаток или репрезентативная выкладка или другие параметры. Есть случаи, когда, ну уже есть, когда мы открывая данные о целевой дистрибьюции товара, привязках товара к матрицам и фактической дистрибьюции, мы помогаем себе же увидеть, что у нас по каким-то магазинам, по каким-то группам магазинов, были случаи даже целые филиалы, возникали заторы, вот возникал какой-то затык в поставках, и он не был выявлен сетью, он был выявлен поставщиком. Эти вещи, они очень важны, потому что это не тот случай, когда тебя поставщик ставит в угол, ну что же вы такое делаете, вот я вам предоставляю товар, я вам даю определенные условия, а вы его не продаете покупателю. Это как раз элементы конструктивного взаимодействия, которое, я уверен, станет мейнстримом в ближайшие годы. Спасибо.